В статусе потерпевших Авиаперевозчика Юлия Бабкова Человеческие ресурсы Они оказались настолько скудны Для выполнения вот этой всей Программы, которую взяла на себя Вимавиа этим летом Что нормы, конечно, были совершенно нарушены Абсолютно По внутренним источникам не хватало 350 водпроводников Для того, чтобы производилась качественная работа Без всяких этих нарушений 350 человек это Одна маленькая компания То есть нам не хватало еще одной маленькой компании Чтобы мы могли нормально, качественно работать Параллельно перед работниками Копилась задолженность по зарплате Общие долги Вимавиа Составляют около 7 миллиардов рублей Минтранс готовит компенсацию В 300 миллионов рублей Но хватит ли денег, сомневается Бывший бортпроводник Вимавиа Илья Ульянцев Если посчитать, у нас в службе бортпроводников Около 500 человек, которым каждому В среднем должны по 500, по 600, по 700 тысяч То есть это только на службу бортпроводников Получается уйдет 250 миллионов А у нас еще есть летчики, которые получают Мы им должны раза в 3-4 больше, чем нам А еще у нас очень большой офисный штат сотрудников То есть откуда будут браться деньги Пока непонятно Вот кормят каждый день завтраками Несколько экипажей компании Застряли в разных уголках мира Многим пришлось возвращаться Из рабочей командировки самостоятельно Рассказывает бортпроводник Дмитрий Дудник Мы сидели всем экипажем в Магадане И трое суток нам не проплачивали питание Естественно, мы за свой счет Полностью себя кормили Ну что-то там Ребята с С авиакомпанией России Они там помогали нам тоже Что-то приносили такое Что могли принести Гендиректора Вимавиа Обвиняют в хищении денежных средств пассажиров Открыто уголовное дело по статье мошенничества Работники Вимавиа опасаются банкротства компании Это лишит их честно заработанного Более 300 человек составили обращение На имя Владимира Путина Ранее президент объявил главе Минтранса На неполном служебном соответствии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова